МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По статистике, сегодня житель России потребляет рыбы в разы меньше, чем житель любой из европейских стран. Как восстановить рыбные запасы Азовского моря? Возможно ли это? Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем, руководителем Азова Черноморского НИИ рыбного хозяйства Николаем Господаревым. Здравствуйте, Николай Викторович, спасибо, что нашли время для того, чтобы к нам прийти. С чего хотелось бы начать? Если можно, коротко расскажите, чем занимается научно-исследовательский институт? У него история давняя, еще с советских времен, с 1928 года. Но мы ближе к современности. Давайте с вами сразу начнем. Само название научно-исследовательского института говорит о том, что он занимается наукой и исследованием биоресурсов, их сохранение, их пополнение и всеми вытекающими отсюда последствиями. Институт действительно имеет огромнейшую историю. И почему я к вам пришел, собственно говоря, с большой, с большой, так сказать, болью в сердце и в душе, что я этот институт знал с 1970 года, я там работал в сельхозтехнике рядом, и сегодня его, так сказать, состояние, плачевнейшее состояние. Я вынужден обратиться, так сказать, к общественности, сказать, что надо уделить это особое внимание. Почему? Объясняю. Он с большим, с богатым опытом, наработки этого института воспользовались все в мире, кроме России. И вот сегодня случилась та ситуация, говорится, клюнул нас петух, но у нас все есть. Все можно возобновить. Поэтому мы сейчас готовим огромную программу, в которой мы проведем семинары, обучение. То есть это касается не только нашей Ростовской области, но это касается и Кубани, это касается Астрахани, касается Ставрополя. В общем, этот институт, он же был южный. Он обслуживал все Черноморское побережье, наши воды, которые входили в состав СССР, потом сейчас входит в состав России, Азовское море, Дон, Кубань и туда, до Волгограда, до самого. Большое, очень большую тревогу вызывает у нас сегодня Веселовское водохранилище, это наш внутренний водоем, Цемлянское водохранилище. В чем, собственно говоря, проблема? Если вы обратили внимание, ходя на рынок, во-первых, это цены, а во-вторых, вообще отсутствие тех рыб, когда-то были знаменитые, я имею в виду, сегодня я говорю о Ростове. Это осетер, это белуга, это севрюга, это у нас лещ, особенно Цемлянский, если помните, он был с размера со стол, с него жирки. У нас, кстати, были и Ребец, и Шамая. На сегодняшний день мы утеряли эту рыбу, я имею в виду, в размерах промысловых, которые сегодня можно было добывать и сегодня накормить весь наш народ. Есть какая-то статистика у вас, может быть, по видам рыбы? Ну, как вам статистику, понимаете, я не могу так сказать, но если мы раньше добывали, могли добывать, это порядка 100 тысяч тонн в год, то мы сегодня добываем 10, а может и меньше где-то. Потому что, вы вспомните, что такое статистика? Это обман, по большому счету. Я считаю, статистика, если вы открываете холодильник, у вас там есть рыбец, вот у вас вся статистика. И приходите на рынок и можете купить за доступную цену, вот это и есть статистика. А если вы смотрите на бумажке, когда написано 100% и 15%, то для вас это ничего не значит. Тем не менее, цифры, конечно, ужасают своим перепадом. Что сейчас делается для того, чтобы восстанавливать популяции рыб, тех, которых еще можно остановить? Потеряли ли мы кого-то безвозвратным? Безвозвратным мы ничего не потеряли. Что самое интересное? Ведь институт занимается не только тем, что говорит, что того не хватает, того нет. Мы же изучаем и сегодня экосистему. То есть сегодня, что такое рыба? Рыба мы даем за рекомендации, что можно сегодня запускать. И имеется кормовая база, способная прокормить это стадо. Вот на сегодняшний день мы выпускаем осетровых где-то порядка 3-5, ну, я думаю, что если по правде сказать, то может быть 2 миллиона. А должны выпускать осетровых мы минимум 200 миллионов. То есть Азовское море, Черный Дон способно прокормить 200 миллионов особей. А мы выпускаем 2 миллиона. У нас сегодня наша кормовая база, это институт данный, мы же берем и пробы грунта, всего изучаем. Мы должны выпускать, это проходимых рыб, проходящих, то есть это чебак, судак, лещ, подлещик, рыбец, миллиард. А мы выпускаем, дай бог, 10 миллионов. О чем это говорит? Что мы не занимаемся воспроизводством. Раньше эта рыба, когда была пойма Дона, Дон разливался, она выходила на разливы металла, икру и восстанавливала сама себя. Сегодня разливов нет. Рыбу нужно брать в прудах, отращивать сигалетку маленькую и выпускать, пополнять биоресурс. По-другому не получится, разлива нет. Это каждый мальчик, маленький знает об этом, понимаете, да, что такое нерест. Это разлива. Да, несмотря на то, что я девочка, но тоже примерно понимаю себе, понимаю эту ситуацию. Скажите, пожалуйста, что делается сейчас для того, чтобы вот эту разницу в цифрах восполнять? Возможно ли ее восполнить? Сегодня я бы предложил бы так, вот собрать всех, которые находятся вдоль русла, как раньше было. Есть, которые находятся на побережье Азовского моря, есть, которые находятся на побережье Цимлы, всех с ними провести, обговорить и дать заказ, то есть сделать какую-то операцию, чтобы выросли и наполнить Цимлянское водохранилище, выпустить туда хотя бы 10-20 миллионов. Но потом же надо, чтобы они хоть немножко выросли, следить, чтобы никто сами себе контролировать, чтобы мы не вылавливали мелочок, пусть она хоть 2-3 года. Во-первых, она вырастет, во-вторых, она там съест камыш, у нас же есть белый амур, у нас есть ка, который питается камышом, питается водорослями, мы можем травоядных запустить, мы можем потом подбросить хищника, чтобы он личник, который болезненно выедал, то есть целый процесс, у нас есть рекомендации, мы готовы это сделать. И не за большие деньги, мы можем принять участие в этом, рассказать, дать технологии. Здесь нужно ударить по столу кулаком и сказать главе района, который находится, Цимлянского едини медленного института, получи разработки, чтобы ты туда выпустил 2 миллиона. Вот тебе 2 корыта, вот тебе технология выращивать, вот тебе это деньги отчитайся. Вы меня понимаете? Только таким путем, через колено. По-другому никто не понимает. Здесь нужно понять самим себе, что же мы делаем. Тут уже я даже, можно сказать, вы не знаете всю катастрофу, если мы сегодня упустим этот момент, у нас же сегодня, мы этот дом теряем, он же становится не промысловым рекой, он становится просто судоходным, он умрет. По нему будут ходить только кораблики, возить песок, щебень и вывозить зерно. Вы понимаете или нет? И у нас же Азовского моря было самое плодовитое в мире. На гектар было биоресурсов, сегодня их нет. Украина там, рассказывать, не Украина, браконеры. Да это браконеры, это такая мелочь, по сравнению с тем, что мы там выливаем, когда идут корабли молоть от винтами. Представьте, сколько идет там всякая грязь, мы это-то берем, и донные отложения, мы же смотрим, что там происходит, сколько всего плохого. Я думаю, что прекратить судоходство по дону на этот путь... Да его не надо прекращать, понимаете? Надо упорядочить. Идет нерест. Давайте, значит, как-то чего-то там, рыбку пропустим, потом корабль пропустим. Как же? Вот, допустим, идут поезда, мы же стоят, они вот и прошли. Потом же надо посмотреть, корабль все идет, он же выбрасывает что-то. Значит, вот вы же не заедете в поле, допустим, без искрогасителя. А почему по дону можно ехать и выливать туда нефть? В этой связи у меня вопрос. Общаетесь ли вы с какими-то своими коллегами? Есть ли вообще подобные еще учреждения в России, которые такую уже давнюю историю имеют? Может быть, есть какие-то наработки, опыт соседних регионов, я не знаю, сибирских? Всего старого как мир. Это есть еще, когда первый бытный человек пришел, дубина, ударил мамонтов. Вот в то время есть охрана природы. Есть у нас и министерство, есть у нас, как раз вонец, есть министр молока и промышленности, но мяса молока нет. Поэтому у нас есть все. У нас в всей России такая картина печальная. Или есть регионы, которые сумели как-то вот... Вы же понимаете, я же вам говорю сегодня за внутренние водоемы. Сегодня и дурак возьмет корабль, поедет, кинет сети, лосося поймает и, пожалуйста, вот они в Японию отправлены. Я говорю о том, что нужно восстанавливать. Это потом еще 10 лет и там ничего не станет. Темирничка, как кароходы водил Петр Первый, что времени прошло? Я купался 40 лет назад в Темирничке. Сейчас какой там купаться, шкура слезет, рыба не растет. Вы же понимаете, о чем я говорю? То есть такое ускорение идет, что мы потом кинемся, а вообще ничего нет. Ребята, алло, где-то чего? Может быть, вам может помочь либо сыграть на руку вот эта ситуация, которая сейчас возникла, да, когда очень много говорится об импортозамещении, о том, что нам нужно собственные продукты... Надо мозги заменить. Причем с ним... Мозги надо заменить и все будет нормально. Вы помните, Преображенский? Разруха. Она в голове, разруха. Ничего не надо замещать. Надо просто выполнять то, что же есть. Не надо лишнего брать. Понимаете, вот у меня что поражает, вот он пришел на рыбалку, наловил 10 килограмм, съест 1 килограмм, остальное выбросит. Вот это вот, я не могу этого понять. У нас психология не такая, как вот, я же был в Европе и видел. Они приходят на рыбалку, поймали одну рыбку, остальную выпускают. Видите, он получает удовольствие от рыб. А у нас получает... И потом выбрасывают. Вот это меня убивает. Николай Викторович, спасибо еще раз, что вы к нам пришли. К сожалению, время нашей беседы подошло к концу. Спасибо. Спасибо вам большое, что вы послушали. Я напоминаю, это была программа «Главный диалог». И нашим сегодняшним гостем был руководитель Азова-Черноморского НИИ рыбного хозяйства Николай Господарев. Субтитры подогнал «Симон»